Всем огромный привет, уважаемые друзья! Добрый вечер! Меня зовут Альбина и вы смотрите канал Дочи Ньюз. Сегодня у нас замечательная, радостная, приятная тема. И это вовсе не новости, а лавстори. Поэтому присоединяйтесь, оставайтесь, смотрите обязательно этот ролик до конца, наслаждайтесь, а потом напишите, как вам история любви Мэттью МакКонахи. Я очень надеюсь, что этот формат вам понравится. Жмите колокольчик, подписывайтесь и не забывайте про лайки. Поехали! Мэттью МакКонахи, знаменитый актер, признавался самым привлекательным мужчиной планеты. Ему нравилось быть холостяком очень долго, но уже 11 лет он счастлив в браке. Мэттью очень популярен, он много работает, но актер запросто откажется от всего этого блеска, лоска, денег и гламура ради того, чтобы провести время со своей любимой супругой Камилой Алвес. И поверьте, она отвечает ему тем же, Камила Алвес, родом из Бразилии, ей 40 лет. Она уверена, им просто повезло, они встретили друг друга в момент, когда оба были готовы к браку. А это важно, считает она. В первый вечер, вечер встречи, Камила Алвес совершенно не догадывалась, с кем общается. Возможно, в этом и была часть секрета. Это один из важных кирпичиков, который стал фундаментом для столь прочного союза. Мэттью родился и воспитывался в семье с очень сильными традиционными устоями, рассказывает он. И не помышлял быть актером, он мечтал быть юристом. Кстати, МакКонахи работает профессором кино в университете Техаса. Почему Мэттью, успешный и богатый, выбрал ее, когда у него за спиной остались романы, например, с Пенелопой Круз и Сандрой Булок? Вопрос на миллион. Согласны? Что в ней такого, в этой Камиле Алвес? Стройная и жгучая красавица. Ни минуты не мешка отвечает на этот коварный вопрос. Это Мэттью МакКонахи. Несказанно повезло с ней. В своих интервью голливудская звезда рассказывает. Если мужчина решил приготовить для вас, поверьте, это признак любви. А в своей книге Мэттью написал, что его отец умер, когда занимался сексом с его матерью. Отношения родителей МакКонахи были невероятно токсичными. Отец ломал средний палец матери четыре раза. Пара расставалась и вновь сходилась. Три брака. Так что вряд ли МакКонахи берет с них пример. На многочисленные вопросы журналистов он отвечает смело и без обиняков. Как распознать ту единственную? Ведь это так сложно. Вы хотите пригласить ее на свидание, пока еще не закончилась первая? Сидите и планируйте, как оно пройдет? Я хочу ходить с ней на свидание все девять лет. Так я понял, что Камила, она и есть любовь всей моей жизни. Мэтью МакКонахи и Камила Алвес познакомились в одном из клубов Лос-Анджелеса в 2006 году, когда он сделал ей предложение на Рождество. Она не согласилась, решила подумать. Камила до сих пор помнит тот ужин, который Мэтью с любовью приготовил на третий день знакомства, и тот ужин, которым он хвастается журналистом каждый раз. Он сделал предложение руки и сердца только тогда, когда его старший сын спросил у него, почему у мамы другая фамилия. 9 июня 2012 года они сыграли свадьбу, такие разные, но любящие друг друга, Мэтью и Камила. Торжество было замечательным, со множеством именитых гостей. МакКонахи обожает детей. Я знал с детства, хочу быть отцом. Еще как минимум восьмерых, шутит отец троих детей. Совсем недавно он поделился секретом счастливого брака. Если все хорошо, не ищи приключений, не испытывай судьбу, просто езжай по прямой и наслаждайся. А если возникли проблемы, то сразу отложи все остальное и решай их, пока не поздно. Я так думаю, сказал МакКонахи. Мэтью МакКонахи и Камила Алвис вместе почти 16 лет. Воспитывают троих замечательных детей. А вам нравится эта звездная пара? Согласны с утверждением МакКонахи, что мужчины готовят только для своих любимых женщин. Как вам совет актера? Мне показался дельным. Ждем в ваших комментариях, как вам наш новый формат. На этом все, уважаемые зрители. Хочу пожелать от всей души всем приятного вечера. И не забывайте про лайки и поддержку канала. Буду благодарна, если вы не забудете нажать на колокольчик или подписаться, если еще не сделали этого. Пока-пока, до новых встреч!